Валерия Дмитриевича Губина Первым выступил ректор РГГУ Ефим Пивовар с докладом «Актуальные проблемы развития РГГУ на современном этапе». Преамбулой доклада стал демонстрация телеграммы, которую РГГУ получил от президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева в честь 80-летия историко-архивного института. Пивовар подчеркнул, что в своей телеграмме президент отметил РГГУ как ведущий вуз страны. Также ректор упомянул, что в РГГУ намечен ряд мероприятий в честь юбилея университета, а также в связи со столетием центральной аудитории имени Шанявского. По его словам, целью этих мероприятий является в первую очередь отметить заслуги людей, которые помогали развитию РГГУ на протяжении всего периода его существования. Ефим Пивовар рассказал о программе развития университета, затронул тему завершившейся приемной кампании, напомнив, что в этом году было подано более 26 заявлений на одно бюджетное место, что позволило РГГУ выйти на первое место в рейтинге популярности среди других вузов у абитуриентов. В завершении ученого совета Ефим Пивовар сообщил, что в этом учебном году следует продолжить активную работу по созданию инновационной инфраструктуры, а также продолжить реализацию мер по совершенствованию научной работы РГГУ. Елена Путильна, Сергей Ануфриев, Новости РГГУ. 13 сентября состоялась презентация книги «Непредсказуемые механизмы культуры» всемирно известного литературоведа и семиотика Юрия Михайловича Лотмана. Встреча была организована в рамках программы «Пребывание в РГГУ» делегации Таллинского университета. Презентацию открыл проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Петрович Бак. Он рассказал о проекте «Книжный клуб РГГУ», который с нынешней осени планирует регулярно проводить презентации книг в стенах нашего университета. Выступил сам ректор Таллинского университета Рейн Раут. Он рассказал об эстонской издательской деятельности и об их библиотеке. Книга Юрия Лотмана – первая в серии «Лотманиана» библиотеки Таллинского университета. В презентации выступили и другие представители Таллинского университета – профессор Михаил Лотман, профессор Ирина Белобровцева, доктор Татьяна Кузовкина. Они рассказали о жизни Лотмана и о его научных трудах. Выступил Вячеслав Всеволодович Иванов, директор русской антропологической школы РГГУ. Многочисленные гости презентации проявили книги «Живой интерес». Позже в рамках визита официальной делегации Таллинского университета состоялась открытая лекция ректора Таллинского университета профессора Рейна Раута. Центральной темой лекции профессора Раута стала проблема текстуальных механизмов в классической японской литературе эпохи Хэйян. Рейн Раут является одним из ведущих специалистов по литературе Японии, который преподает как в родном Таллинском университете, так и в Хельсинском. Елена Путилина, Сергей Ануфриев, Новости РГГУ. С 16 по 18 сентября в РГГУ прошла международная конференция на тему «Мир человека и повседневность. Габсбургская монархия и Российская империя на рубеже XIX-XX веков». Это третья конференция в рамках российско-австрийского научного проекта, организованная отделением международных отношений совместно с кафедрой постсоветского зарубежья РГГУ. Вступительное слово произнес директор историко-архивного института РГГУ профессор Александр Борисович Безбородов. Он поприветствовал гостей и участников конференции. Основной темой конференции была российская и австрийская историческая наука. В центре внимания конференции были социокультурные, языковые и религиозные изменения, которые влияли на систему ценностей как отдельного человека, так и национальных сообществ. Также обсуждались вопросы о различных формах коммуникации в современном мире. После выступления всех докладчиков состоялось итоговое обсуждение тем конференции. Елена Путильна, Сергей Ануфриев, Новости РГГУ. 14 сентября в РГГУ состоялось открытие выставки Эрвина Веленского «Независимость Мексики. Взгляд из России» 200 лет спустя. Выставка была организована факультетом истории искусства РГГУ и приурочена к празднованию 200-летия независимости Мексики. В РГГУ давно ведется изучение Мексики, ее самобытной культуры и истории. В нашем университете действует учебно-научный мезоамериканский центр имени Кнорозова под руководством Галины Гавриловны Ершовой, а на шестом этаже главного корпуса открыт зал, посвященный археологическим находкам в Мексике. Данный выставочный зал не имеет аналогов в России. Для его оформления были использованы работы Эрвина Веленского. Его работы получили признание и в Мексике. Одна из работ художника пополнила коллекцию картин чрезвычайного и полномочного посла Мексики в России Альфреда Переса Браво, который присутствовал на открытии выставки художника. Открывая экспозицию, ректор РГГУ, член-корреспондент Ран Ефим Иосифович Пивовар отметил, что данная выставка представляет собой искусство с глубоким научным подтекстом, а также является еще одним подтверждением реализации одного из важнейших принципов обучения в РГГУ – обучение средствами искусства. Александра Сербина, Сергей Ануфриев. Специально для новостей РГГУ.